Привет! Существует огромное количество всевозможных снадобий. Это кремы, таблетки, мази, свечи и прочее. Однако на сегодняшний день надежным средством является именно этот предмет. Только он способен обеспечить защиту на 90%. Вы догадываетесь, о чем это я? Верно, о презервативах. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Эта программа интересна О. Я ведущий Влад. Приступаем к нашему исследованию. Презерватив – средство мужской контрацепции барьерного типа. Представляет собой непроницаемый для спермы чехол, который надевается на эрегированный половой член. Предназначен для предотвращения зачатия и заболеваний, передающийся половым путем, хотя и не дает 100% гарантии. А вот сейчас перейдем к прошлому презервативу. Презерватив – изделие с историей. Наши далекие предки, точно так же, как и мы с вами, не всегда хотели обзводиться потомством. И поэтому придумывали различные средства защиты от беременности. Только представьте себе, что любящая пара, решив уединиться, надевает на себя нечто из кишек животных. Представили? Бедные мужчины, что им только не приходилось ради любви. В Лондонском музее экспонируется один из самых древних презервативов – антикварному противозачаточному средству 350 лет. Оно сделано из кишек животных, и перед использованием для смягчения должно было вымачиваться в молоке. Этот интересный экземпляр был найден во время раскопок в одном из замков. Согласно другим источникам, первый презерватив был кожаным, и носил его никто иной, как фараон Тутанхамон. Одновременно японцы, которые сейчас, по части высоких технологий, впереди планеты всей, изобрели нечто похожее, изготовленное из мягкой кожи. И носило это название кавагата. Мы провели опрос среди людей на тему «Как вы думаете, сколько примерно лет самому первому презервативу?» 8% ответивших сказали, что первый презерватив появился ровно 400 лет назад. 12% предполагают, что эта цифра равна 120. 20% сказали, что первый презерватив появился ровно 360 лет назад. Ну а 60% сказали, что эта цифра равна 300. В итоге, 8% людей, которые ответили 400 лет, это и есть правильный ответ. Именно 400 лет назад появился самый первый презерватив. И использовал его никто иной, как фараон Тутанхамон. Презервативы различаются по срокам хранения, от 2 до 5 лет. Гарантию качества на 5 лет при соблюдении условий хранения дают многие зарубежные производители. Презервативам вредна высокая температура. Они не переносят солнечного света и страдают от контактов с веществами, выступающими в реакцию с латексом. Например, масло. Условия хранения презервативов – сухое, прохладное место подальше от солнца, исключающая возможность механического повреждения. Они бывают гладкими, без специальной структуры, текструированными, конструированными, то есть всевозможными пупырышками, ребрышками и прочим. Презервативы также различаются по наличию и качеству смазки. Есть презервативы без смазки, есть состандартной, обильной или ароматизированной. Самими изобретателями оказались арабы. Именно они первыми начали внедрять новшества для секса. До нас дошли только небольшие колпачки для одетородного органа, украшенные драгоценными камнями, которые клали в захороненные вместе с умершим мужчиной. Можете себе представить, какими были противозачаточные средства? Вот такие интересные факты, дорогие друзья. Ну и на этом наш выпуск уже подходит к концу. И помните, чем вы чаще и дольше смотрите НОР-ТВ, тем вы больше узнаете. Это была программа Интересно ОМ. Я ведущий Влад. Скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнали Симон.